Всем привет! Днепр на связи, 11 ноября, 9.10. Ну что, друзья, не самая простая ночь, да и утро уже принесло не самые приятные эмоции. Давайте обо всем по порядку. Ночной сигнал воздушной тревоги, который начался в час 17 и продлился до 3 часов практически, принес взрывы по всей области. То там, то тут объявляли угрозу. В нашей области было достаточно много беспилотников типа Шахета ниже Герань-2, причем их география распространения была достаточно широкой. То полностью красным от опасности становился Верхотнепровск, то Каменское, то Петриковка, то Синельниково, а в конечном итоге мощные взрывы начали звучать в Новомосковске. По официальной информации, ночью силами ПВО было сбито 5 беспилотников в воздушном пространстве нашей области, а именно в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах. В Новомосковске, конечно, был, ну, очень громко было, достаточно страшно людям. У меня там хороший знакомый, он насчитал порядка 9 мощных взрывов. При этом некоторые взрывы, они были слышны после определенного такого пикирования беспилотника, когда у него уже там достаточно громко начинают работать двигатели, видно, что он начинает идти на снижение. Скорее всего, это были прилеты. По официальной информации, у нас два прилета в области, два беспилотника попали по зданию. Есть разрушения, возник пожар, который спасатели достаточно быстро локализовали. Ну и также под огнем находился Никополь и Никопольский район. Всего же в небе над Украиной ночью было сбито 19 беспилотников. По официальной информации, из запущенных 31. То есть имеем как минимум 11 официальных прилетов. Также ночью были пуски ракет по Полтавской области, Миргород. В частности, были слышны взрывы в Полтавской области. И также утром были слышны мощные взрывы у нас в Киеве. Друзья, прокомментировал ситуацию Кличко. Некоторые источники писали, что взрывы были до тревоги. Кто-то говорит, что они были одновременно с тревогой. В общем, левый берег Киева мог слышать мощнейшие взрывы. Кличко изначально сказал, что сильные взрывы, которые прозвучали на левом берегу Днепра, работают силой ПВО по баллистике. Затем указал, что предварительно попытка атаки Борисполя баллистическими ракетами. Ну и потом эту информацию подтвердил. Кличко сказал, что по информации на момент 9 утра, силы ПВО работали вблизи Киева на левом берегу. В Киеве вызовов спасателей не было, несколько вызовов медиков, но пострадавших не обнаружили. Люди звонили, потому что услышали сильные взрывы. Перенервничали, видимо. Ну вот, друзья, такая информация. У нас на данный момент тихо. Ну а так, конечно, что ночка, что утро беспокойное. Вам желаю хорошего дня, хотя что-то мне говорит о том, что погодка сегодня нас не порадует. Ну, возможно, кому сидеть дома, то и очень даже романтично. Посмотрел Одессу, там дождь, деревья, ветер ломает. У нас вот только-только заходят. Ветер начинает разгоняться. Во второй половине дня тоже обещают дождь. Сейчас, не знаю, может, соберусь силами до дождя, когда успеем с вами смотаться на барахолку. В общем, посмотрим, как сейчас пойдет. Спасибо за внимание, берегите себя и до нового выхода на связь.